приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео после пойдете за мною сейчас вы не можете за мной идти но позже пойдете за мной эта фраза это цитата иисуса христа из евангелия того места так называемого ну я его называю прощальным ужином кто-то называет вечерей по-разному там есть всякие названия да я называю прощальным ужином это сцена эпизод жизни христа когда он уже перед своим арестом в последний раз ужинает со своими учениками говорит им разные назидательные вещи после этого его арестовывают ночь и я хочу вам прочитать целиком небольшой эпизод и сам прощальный ужин во всех евангелиях у тех четырех евангелиях которые до нас дошли нам известен немножко они или множко по-разному все описаны я сегодня ваше внимание обращу именно евангелия то она момент где описана речь иисуса со своими учениками но вы помните что в принципе если просмотреть самого начала 13 главу то евангелия то она в общем-то отличается одной из основных показательных моментов хотя там и речь очень сильно отличается что мы узнаем из евангелия то на о том как иисус когда благодаря евангелия от луки мы узнаем что ученики даже на прощальном ужине ну они не знали еще что это прощальный ужин не думаю что это обычный вечер а возможно даже и скоро откроется царство бога да иисус будет миссии царю он есть вернее миссии но будет царем они все будут министрами все заживут и весь мир им покориться но к сожалению к их нему сожалению поначалу но потом это жал и это это горе превратилась в радость как иисус обещал и вот на этом прощальном ужине иисус когда ученики опять выясняет кто из них больше кто из них должен быть главным министром первым министром иисус проявляет такое естественное дело любви того времени это омовение ног с дороги людей и в домах богатых естественно такими вещами занимались слугами и своим хозяевам хозяевам омывали ноги с дороги иисус взял как мы с вами читаем снял с себя верхнюю одежду припоясался полотенцем омыл ноги всем своим ученикам отер полотенцем и сел и сказал им знаете что я сделал вы называете меня учителем и господом и я точно то для вас я и учитель и господин дал и омыл ваши ноги и омыл ваши ноги и вы должны делать точно так же то из вас больше пусть будет меньшим пусть будет слугой такой урок преподал иисус своим ученикам после этого идет знаменитая так скажем фраза цитата да он сказал блаженны вы когда будете это исполнять естественно идет рассказ о том как иуда решается предать христа иисус не своим ученикам намекает это будет тому кому одно обмакнув блюдо подаст кусок хлеба после этого иуда выйдет и пойдет предавать христа а иисус очередной раз повторит ученикам по какому признакам по какому признаку будет узнавать его учеников его последователей этот признак любовь по любви между собой по любви друг другу и ко всему божьему творению давайте мы с вами зачитаем этот эпизод и я хочу творить на эту тему когда иуда вышел иисус сказал ныне прославился сын человеческий и бог прославился в нем если бог прославился в нем то и бог прославит его в себе и вскоре прославит его эти недолго быть мне уже с вами будете искать меня и как сказал я иудеям что куда я иду вы теперь не можете прийти так и вам говорю теперь заповедь новую даю вам заповедь закон завещание завет любите друг друга как я как я возлюбил вас так и вы да любите друг друга очень важный обращаю внимание найти всегда слова полюбить мы друг другу должны как иисус это не просто праздные слова не очень важно очень глубокие мы очень часто неправильно любим своих близких родственников друзей родных детей родителей да мы по мы попускаем им все все злодеяния поблаженства их никогда не обличаем не говорим им правду мы считаем что любовь это вот до претерпевать все от ближних в том числе или им все попускать это абсолютно не так мы не любим врагов мы проходим мимо ближнего любого страдающего на пути нашей жизни до по притче иисуса добром самаринение я говорю любви к врагам и говорит порой и нечего да убей врага вот та чума которую иисус и рассказывал люби ближнего и навить врага по этому принципу живет все человечество причем все религии все мирозрения те идеологии иисус нас научил обратному научил любить врагов поэтому любить мы должны мироздание божие как иисус а иисус именно так любил даже своим ученикам он прямо в лицо когда они творили беззакония когда петр пытался идти против воли божьей что он говорил ему отойди от меня сатана не против си богу тем двум ученикам которые хотели помолившись не звести огонь на некий на некое селение которое не приняло иисуса с учениками на ночлег там да они хотели его целиком истребить усиление с людьми и животными иисус сказал что и ученики не понимает какой какой дух ими злобный дух дух дьявола руководит ими когда они такое даже словами изрекают не о том что они имеют желанием это воплотить в реальность поэтому это очень важно это очень важно чтобы мы любили как иисус смотрели на евангелие пусть на те евангелие которые дошли конечно же все это мы всегда сопоставляем правениями сердца потому что то сердце как иисус сказал чистое сердце то есть сердце которое желает искренне познать истину стать богом любовью во всегда в нем открывает человеку как это делать если чая все это с бумажным евангелем который до нас дошло можем учиться становиться постепенно богом да это очень важным смотреть на те дела те поступки те слова как иисус обращался с людьми иисус и дальше говорит что потому вот именно поэтому по такому принципу по принципу того что вы будете любить друг друга и вплоть до врагов все и будут узнавать что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой между собой здесь иисус имел ввиду не только конечно же друг друга учеников христа хотя конечно же уж он был очень такой массу же с усуженным количеством присутствующих персон и действительно они даже между собой выясняли отношения ну конечно же мы с вами уже познав глубину всю учение христа понимаю что иисус здесь имел ввиду не только любовь друг другу а вообще ко всему божьему творению петр симон сказал ему господи куда ты идешь почему мы не можем пойти за тобой как мы с вами прочитали иисус ученикам и сам вспоминает о том что он говорил иудеям то же самое и сейчас на прощальном ужине казалось бы своим ученикам иисус должен что-то такое вдохновляющее сказать что наоборот нет они вот пойдут они такие ему верны асюз говорит нет как иудеи не хотели и не могут пойти за мной так и вы тоже может быть хотите но еще не можете и не пойдете в этот раз за мной иисус отвечал петру куда я иду ты не можешь теперь идти за мной а после пойдешь за мной это рассказал ему господи почему я не могу идти за тобой я душу по еврейски слово которое там употребляется в писании вообще в еврейском языке слова душа и жизнь это одно и то же слово поэтому зависимости от переводов ну читаем ну и душа у человек очень часто душа значит жизнь до вырвать душу потерять душу терж потерять жизнь на поэтому я жизнь мою положу за тебя ну душу жизнь до подразумеваете телесную иисус отвечал ему душу твою за меня положишь попроси попроси вопрошает иисус истинно говорю тебе не пропоет петух как ты отречешься от меня трижды в евангелии или луки или матфе или маркаешь не помню нам еще добавлено сказано еще других евангелий мы всякие тонкости узнаем что было сказано что и да и все другие ученики говорили то же самое что нет а мы сейчас душу положим порвем всех за тебя как мы знаем события иванские говорят нам о том что никто никакой души своей жизни за иисуса не положил никто на суде за него не заступался никто не пытался его как-то освободить пусть без меча ну с мечом пётр попытался иисус ему это запретил делать но встать рядом со христом никто не решился из его учеников дам все разбежались мы знаем поражу пастырь рассеется рассеются ов ов овцы так вот почему ученики не могли пойти за иисусом что вообще такое хождение за иисусом это очень важно я вот когда такую иллюстрацию нашел я и очень часто кто знает в общем леплю везде где она имеет смысл да очень хорошая такая картинка здесь иисус таким изображен как бы духом как бы не прямо до иисуса вот как бы его его след его такое видение его духа его образ идет перед всеми как иисус говорил что ученики мои это не тот кто просто идет за мной иисус прямо сказал что тот кто идет за мной обратить внимание еще раз то иллюстрация хочу чтобы она у вас запомнилась иисус и она говорит и она прям евангельская абсолютная иллюстрация очень правильно как и вы иногда картинки изображают совсем то она абсолютно правильно передает евангельское учение иисус нам из евангелия известно что иисус несколько раз по-разному говорил эту мыс тут кто что хочет идти за мной тут отвергни себя возьми крест свой не мой иисус говорит а свой он подобный мне но он свой и следуй за мною по моим стопам как описали потом петр и павел употребляя прям прям эти слова в другом месте мы с вами в евангелиях разные места читаем что иисус прямо говорит что кто идет за мною о ком иисус говорит то идет за иисусом конечно же христиане иисус грелах христианах пойдет за мной я христианин я люблю христа я по субботам по воскресеньям а может и 7 раз в неделю хожу храмы в собрание там я христианин готов кричать об этом на каждом углу но не несет креста своего это не мой ученик христианин следующий то есть человек следующий за иисусом казалось бы последователь христа можно к нему употребить это выражение но не несет креста своего это не ученик иисуса настолько важное глубокое учение конечно выкинуто протестантами православными католиками спасается по вере кто спасается под полотенчиком у попика стоя на коленях да нет следование за иисусом говорит о том что ты живешь христианской жизнью и показатель иисус говорил это христианской жизни что ты испытываешь гонение на себя и презираем оскорбляем уничижаем и в основной своей массе не понимаем это очень важно иисус всегда говорил что вы будете мало стадо что враги будут домашние твои если ты искренне правильно открыто публично идешь за христь за христом у тебя будут проблемы именно об этом же иисус говорил другой своей фразы о том что горе когда все люди о вас будет говорить хорошо касс какой иисус какую-то глупость сморозил уж плохого если мы вот будем любить и друг друга в книге деяния есть такой эпизод где написано что все как бы любили христиан вот как бы за 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 вот такой вот их нею жизнь там есть такой момент да но это кто любил это те люди которые устами готовы становиться были христианами конечно же а кто убивал студии убросал в тюрьму тишь сам христиан этих самых апостолов так конечно понимать там всегда контекста где что сказано какую мысль до нас пытаются донести авторы той иной книги иисус а иисус прямо говорил что если о вас все говорят хорошо вы идете не туда вы идете без креста это сто процентов вы всем вылизываете попы а всем целуете сапоги это сто процентов то потому что если бы уж жить жизнью христа ты будешь правильно любить своих ближних ты будешь помогать ближнему человеку встречаешься на пути твоя жизнь по принт по притче иисуса добром самориене если ты будешь любить врагов если ты обо всем этом исполняя это будешь проповедовать и призывать дело так делать это окружающих людей у тебя будут проблемы основная масса людей тебя будет ненавидеть как минимумах на мух тебя презирать почитать за дурачка мягко скажем да может даже ничего тебе это не дело но будто и немало часть людей вас будет ненавидеть и ненависть это будет проявляться не просто во внутреннем чувстве не просто в словах а даже в делах вас будет оскорблять вас будет лишать имущество возможно лишь от здоровья свободы возможно и самой жизни темной пусть и временной это очень важно крест который несет на себе ученик это что это те же самые слова которые иисус не раз говорил и в нагорной проповеди то когда вы будете идти за мной правильно исполнять заповеди вас будет поносить уничижать блаженно вы естественно правда внутри будете что вы преисполняетесь абсолютной совершенной любви даже к врагам будьте конечно блаженны внутри у вас будет поносить уничижать оскорблять меня гнали иисус говорил будут гнать и вас меня убивали будут убивать и вас это очень важно это настоящий и единственный путь христианина если все люди о вас говорят хорошо если вам поют одни панигерики если вы не страдаете за учение христа вы идете не туда потому что мир лежит во зле и основная масса людей на земле не принимает истинного христианства я не говорю о протестантизме православие католицизме это общение христианство она ничего близкого не имеет учением иисуса христа я говорю о настоящем христианстве а настоящий правильной любви к ближнему не по головке гладить всех окружений вы именно для них светите никто кроме вас больше не засветит это очень важно мы все живем прежде всего в своем маленьком окружении это наши родители дети друзья работники должны им светить в первую очередь правильным им свете готовы мы отстаивать свои позиции проповедуя любовь богу к людям к животным природе мы готовы их обличать за эту нелюбовь мы готовы петь им сладкие песни о том что живя праведно они будут в небесном церкви царстве и горькие и горькие песни как иисус говорил о том что если нет получите по делам от ждет вас гиена распахнула свою пасть готовы мы это делать готовы мы проповедовать пацифизм и в мирное так называемое время и уж тем более во времена войны готовы ли мы говорить о космополитизме а не о нацизме сам настоящим я русский я китаец и американец я немец готовы ли мы защищать животных их бедных несчастных существ которых господь создал точно так же как нас для радости благопытия и защищать их от всего того ужаса что с ними делает человек готовы ли мы все это делать будете будете ли вы почитаемы за такие дела это не будете это будет настоящим критерием что вы идете правильно крест христов это как это можно словесные перевести это все это и есть поношение поругание непонимание одиночество конечно же бог управит скорее всего у вас будет в окружении несколько человек который вас будет понимать с которыми будете находиться в любви христовой даву пусть вы будете на разных концах этой планеты но все-таки само сознание что такой человек существует будет у вас поддерживать может быть у вас и так будет какая-то связь достаточно интернета мы друг друга поддерживаем словесное тоже очень важно так вот что такое путь христианина почему ученики один из которых был горячий такие таки таким был горячим как петр да не могли идти за иисусом почему я вам отвечу почему а те конечно же по поводу следования своим ученикам иисус уже прямо предлагал не просто идти и нести свой крест мы знаем из других евангелие не не за она о том что такой же эпизод был буквально тоже до несколько дней вот до всех этих событий до ареста иисуса да это прощально ужина о том что тоже мать двоих учеников тоже просила иисус христа чтобы один сел у него по правую а другой по левую руку в царстве его до который он сейчас вот тут вот сделает они что были двумя главными министрами иисус тогда и сказал в принципе то что то же самое что сесть по левую и по правую руку от меня в царстве моем может любой человек фраза иисуса о том что это не от меня зависит на кому уготована отцом приготовлен речь идет о внутреннем состоянии человека эти фразы когда иисус бог избрал там этих кого в руку мою дал отец вот не погиб речь идет о внутреннем состоянии и кто доверился иисусу и не погибнут просто так и без воли иисус даже на этой земле никто к ним пальцем не притронется что тогда предлагал иисус своим ученикам уже тогда ценами заволоновыми да по моему был эпизод иисус им тогда предлагал пожалуйста вот слева и справа там там на лобном месте где распинали иисуса христа отверстие до крестовки я уверен был и предостаточно потому что там были помимо единичных как мы видим могли трех человек одновременно казнить я не сомневаюсь что там если не было бы за 2 секунды понаделали и 200 дырок можно было ну кресты обычно в такие интересовались как все эти распятия происходит делают отверстие специально чтоб стол вставить чтоб конечно же он не упал там бы этих а я думаю что мы этих отверстий хватало и для массовых казней и 35 и 10 и 20 человек иисус предлагал всем своим ученикам сесть по левую и по правую царству по праву по правую руку в его царстве вы знаете у сплин у группы есть такая у музыкальной группы есть такая песня ходить по воде я вам рекомендую послушать он там говорит очень мудрую фразу да да там api апостолом андрей хотел походить со христом по воде но не повисев на кресте и он ему говорит как бы ну иисус как бы говорит ты сначала повиси на кресте а потом приходи гулять по воде гулять по воде гулять по воде со мной прекрасные слова казалось бы такая песня достаточно такой нерелигиозной группы ну и же там христианские всякие эти группа своим за границей очень такого много вот но сплин написал очень классную песню мне она очень нравится он очень там мудрую вещь говорит там апостол андреев все им пытался без креста без распятия походить с иисусом по воде она сказала нет видишь там крест вон он он возвышается на горе повиси-ка на нем а потом приходи приходи ко мне гулять по воде прекрасные слова абсолютно евангельские соответствуют полностью евангельскому учению туса о восхождении человека до совершенства и исполнения полноты любви даже к врагам есть от иисуса по леку ли по правую богу руку ты считаешь как он сел после того как повисел на кресте по словами сары совершилось свершилось и спустил дух только тогда он сел по правую руку отца в царстве бога да есть можно приблизиться максимально богу к богу можно из максимального исполнения и возрастания себя в любви в совершенстве в любви единственный путь бог есть любовь каким образом можно уподобиться богу здесь по правую руку знаешь быть максимально близко к богу каким образом можно уподобиться богу образу которую мы сотворены одной единственной вещи любовью не верой не спасением по вере не даже самой верой ах ни в кого не верит ох не верит в бога не верит в иисус христа не ветвую скупительную жертву ох и есть иисус христос который для нас, для примера, как нам стать богами, и проложил этот путь. Он в это не верит. Он это просто есть. Бог просто есть. Иисус есть, совершивший этот путь, проложив нам путь и дав нам пример, как он говорит на том же самом прощальном. Может, мы с вами сегодня его весь зачитывать не будем. Можете сами обратиться, особенно по Евангелии от Анны, 13-14 глава. А вообще, в принципе, четверть Евангелия от Анны – это есть вот эта большая речь Иисуса Христа, это 13-14, прощальный, ужин 15-16, где они идут по дороге в Гефсиманский сад, и мы с вами видим одну большую опять речь Иисуса Христа. И сама Гефсиманская молитва, 17-я глава – это пять глав, это, в принципе, четвертая часть Евангелия. Она и является таким апогеем вообще Евангелия, по крайней мере, особенно в версии Иоанна. Так вот, куда предлагал им Иисус? Вот почему они не могли ни пойти с Иисусом, ни закончить свой этот путь. Они не были еще готовы. Мы, естественно, по Евангелию, кто его внимательно читает, не предвзяты, не делая из апостолов каких-то святош, какими они вообще не являлись. Несмотря на то, что во времена Христа они с ним столько времени проводили вместе, они практически ничего не поняли из его учения. Все эти моменты, где Петр там ему все время на этом же прощальном ужине, Иисус им рассказывает о мече, как о слове Божьем, да, но Петр все не может успокаиваться, показывать и уметь, что давай вот мы тут мечом власть захватим. Потом делает попытки этим мечом защищать Иисуса. Я вам уже напомнил тот случай, когда Иоанн Иаков, по-моему, да, или Андрей там, кто они там хотели-то огонь с небес не извести, да. Вот. И все это было, причем буквально за несколько дней до ареста Иисуса, да, уже вот. То есть они столько много ходили с Иисусом. Какого уровня они достигли? Если они не то, что там сами на крест зайти, они еще готовы просто город с лица земли, село, там, неважно, поселение, так назовем, да, неизвестно, какого его масштаба был, да, неважно, хоть там было тысяча человек, этого достаточно, да. Вот и был уровень. Конечно же, Иисус видел их сердца, знал их состояние. Он им поэтому говорит, что сейчас вы не способны на это. Но придет время, Он сказал, когда вы позже пойдете за мной. Настало это время? Настало. Ученики, конечно же, мы из книги Деяния знаем, что постепенно стали возрастать и пошли за Иисусом, Его путем. И многие дошли до самого конца, да. Это очень важно. И к чему я вам вообще все это сегодня рассказал? Потому что, вы знаете, что я не просто словесно проповедую, я всегда говорю, что как Иисус, мы должны делать естественные дела, жить этой естественной святой жизнью христианской, и на своем примере светить людям. И о Христе мы, конечно же, рассказываем. Это наш Господь и Учитель, подвигоположник, пример для нас. Но прежде всего, мы должны, как Иисус сказал, пойдите. Его последняя заповедь при восхищении, я вам, кстати, на значке, не просто так, видите, я его поделил, что после, когда Иисус сказал, после чего? Он и сказал, что после моего вознесения. Там хоть слово это и проглотчено, но мы с вами, естественно, об этом всем понимаем. То есть, после всего, когда я уйду, после меня, после того, как я уйду, после пойдете за мной. Когда я уйду, вознесусь на небо, на 50-й день на вас сойдет Дух Святой, вы много чего осознаете, и потом дальше потихоньку, ибо жизнь познается по силе жития, или святого жития, жития в любви. Вы будете идти, идти, и многие из вас наверняка дойдут до финиша, дойдут до конца. И, будучи способными, отдать даже свою жизнь ради проповеди истины, ради любви, из любви к своим врагам, и уже никакими мечами, никому голову или уши рубить не будьте. Давайте мы с вами еще чуть-чуть почитаем, и я остановлюсь на очень важном месте, о котором, ради которого и затеялось все сегодняшнее видео. Когда Иисус говорит Петру, что он в пении петухов еще не настанет, но в пении петухов отречется от Иисуса, когда начнутся все эти гонения, Иисус сказал, чтобы они не смущались, чтобы они веровали и шли безбоязненно за Иисусом. Иисус им говорит, что куда я иду, на самом деле, вы знаете, и путь знаете. Пама сказал Иисусу, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Это еще раз в той теме о том, что ученики, конечно, за ученики Христа, которые искренне его, конечно же, любили, и хотели идти за ним, но на время того состояния, в котором они пребывали, когда выбрали Иисуса своим учителем, конечно же, они понимали совсем немного. Мы видим с вами, что уже прощальный ужин, уже столько они были с Иисусом. Он говорит, что вы знаете путь. Я вам говорил, вы знаете и путь, и куда вы идете. Это очень важно. А то, как есть знаменитый мем, что у самурая нет цели, у него есть только путь. Мы знаем с вами и цель конечную, и путь. И как туда идти, и зачем мы туда идем. Куда мы идем, и зачем, естественно, понятно. Мы идем с вами в небесное царство. Это царство свободы и любви. Вечное царство свободы и любви Иисуса Христа. Где мы с вами будем, естественно, будучи бессмертными, будучи свободными, и купаясь в любви друг друга, его Божьего творения, будем, что, пребывать блаженными, счастливыми. Иисус ему говорит, «Я есть путь, истина и конечный». Тут сказано «жизнь», но мы понимаем, что Иисус говорит о вечном благобытие, благобытие, счастливой жизни. То есть «Я есть истина, путь, счастливую жизнь». Или «истинный путь». Если хотите, слова Иисуса могут по-другому сказать. «Я есть истинный путь в счастливую жизнь». Обретение счастливой жизни. Сейчас мы с вами пропустим про Отца. Тут Иисус им говорит, все, в принципе, другими словами. Просто сказано знаменитые фразы, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Отсюда Мое имя Христолюб. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Ну, в принципе, здесь очень важно о них сказать. Давайте я их произнесу. Тут три раза говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Заповеди Иисуса очень важно. Это соблюдение их, исполнение их. Это и есть проявление любви к Иисусу. Это заповедь не вера в искупительную жертву. Это заповедь любить врагов, любить ближних, правильно любить родственников и друзей там всех. Это очень важно. Эти заповеди давал Иисус. Очень важно. И это не любовь к Богу, как очень любит. Потому что как раз заповедь, тем более, если кто понимает, что Иисус есть Бог, заповедь, что если любите Меня, если вы любите Меня, это, конечно же, тавтология. Если это ни в чем не проявляется. Как раз мы, когда любим друг друга, мы в чем свою любовь проявляем. Можно человеку, ближнему, никогда не говорить на словах о том, что ты его любишь. Если ты это делами проявляешь каждый день, другими словами, говоря ему комплименты, какой-то умный, какой-то красивый, говоря правду любому человеку, это тоже проявление любви. Обличение. Это тоже признак любви к человеку, когда ты не лукавишь, а действительно говоришь правду человеку. Он совершил зло даже ближним. Ты делаешь это ради его счастья, ради счастья всех окружающих. Любовь проявляется в делах. Любовь существительная. Любить – это глагол. Такова твоя вера, как сказал Акф, то есть сущность, учение, мысли твои, таковы твои дела. Если любите Меня, Иисус говорит, соблюдите Мои заповеди. Это заповедь одна единственная. Заповедь о любви ко всему Его творению. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Это другими словами сказано на горной проповеди, которую Иисус заканчивал, как раз притчей о том, что кто построил дом, но на песке. То есть учение-то имеет, да. Там, когда Иисус заканчивает на горную проповедь, там сразу два смысла. И кто имеет учение, он говорит, но не соблюдает его. Да, это очень важно, потому что Иисус говорит, кто слышит и исполняет, тот построил дом свой на камне. Там камнем Иисус называет, сразу все вместе. Познать истину и жить по ней. Кто слушает Слово Мое и соблюдает, а кто слушает и не соблюдает, там очень важно. Не слушает и не слушает. Там идет контекст не о верующих и неверующих. Там идет речь о родивых и нерадивых христианах. Это очень важно. Эти бредни протестантов, что человек спасется по вере, никакой суд ему не грозит. Это все дрянь. Это все дьявольское учение. Ничего общего с Евангелием Иисус Христа не имеет. Иисус постоянно говорит, в том числе о будущих христианах. Он говорит, кто слушает и исполняет, тот построил дом на камне. А кто слушает, но не исполняет, камнем или не камнем, называется все это вместе. Два глагола. Слушать плюс исполнять, и слушать плюс не исполнять. Это очень важно. Здесь то же самое Иисус говорит, кто имеет, казалось бы, Мои заповеди, да, ты слушаешь и соблюдаешь. Кто соблюдает, тот любит меня. Не соблюдаешь, ты построил дом свой на песке, ты не любишь меня. Заповедь Иисуса лишь одна, это любовь, ибо Бог и есть любовь. Кто любит меня, он еще раз говорит, тот соблюдает слово мое. Это слово о любви. О любви ко всему Божьему творению, проявляемое в делах. А не в праздных словах. Это очень важно. Это и есть суть христианства. На этом Иисус заканчивает свою речь на прощальном ужине. Он так и говорит. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, вот он опять эту формулу заканчивает свою. Теми же самыми словами. Он говорит, посмотрите на меня. Вы потому понимаете, что я люблю Отца. Потому что он говорит, я творю все, как он заповедал мне. Это очень важно. Иисус заканчивает, как всегда, на своем личном примере. Он говорит, вы слышали хоть раз в Евангелии, чтобы Иисус признавался всем, что он любит Бога. Кричал на каждом углу, как фарисей, давал там молился, я так люблю Бога, как все вот у нас любят. Все эти песенки там, концерты в протестантизме, в православиях, католицизме. Вы видели, чтобы Иисус этим занимался? Чтобы он на каждом углу говорил, что он любит Бога. Вообще, он хоть раз в Евангелии до нас дошло, чтобы Иисус хоть раз где-то в Евангелии сказал, что он любит Отца. Он любит Бога. Он ни разу эту фразу не произнес. По крайней мере, до нас это в бумажных Евангелиях не дошло. Вот вам железный аргумент. Но что он говорит? Как заповедал мне Отец, так я и творю. И это для вас свидетельство, он говорит, мир знает, не просто вера. Вы узнаете, что я люблю Отца, только потому, что я исполняю все, как Он мне заповедал. Очень важно. Любовь к Иисусу, к Богу, проявляется одним единственным способом. В любви к Его творению, которому Он всячески во всем присутствует. В природе, в животных, в людях, в духах, в темных или светлых. Никто не говорит, дьявол гладит по головке за все его дела. Но это не значит, что мы не желаем ему покаяния, как и всем остальным грешникам. Вот вам, пожалуйста, в чем все это проявляется. Но как же достичь этой любви? Как я вам уже сказал, 15-16 глава посвящена. Дальше Иисус с учениками выходит и идут в некий Гефсиманский сад, в некий район Гефсимани. Там был сад, где они частенько бывали и гуляли, отдыхали, разговаривали, беседовали. Об этом месте знал Иуда, поэтому он пошел предавать, знал, что они после этого ужина пойдут, так скажем, поздно ночью прогуляться. И там именно Иисуса и арестовали. В этом саду Иисус рассказывает им все те же самые многие вещи, все то же самое, разными словами. Мы с вами, в принципе, много отсюда пропустим. Я хотел бы вам прочитать уже 16-ю главу с 1-го стиха. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнялись. Изгонит вас из синагог, даже наступит время, наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу. Так будет поступать, потому что они познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет время это, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же вам об этом сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Здесь синодальный не очень хороший пример. Мы видим с вами, что ученики спрашивали. Он имел в виду, уже, конечно, имеет в виду, чтобы не домогались этими вопросами. Вы же уже понимаете, что я вам об этом все много раз уже говорил. Но от того, что я сказал вам это, что я иду, куда вы не можете прийти, исполнилось печалью сердце ваше. Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, то есть дух святой, дух любви, дух смелости, крепости, дух жертвенной любви, который возгорится вас потихоньку в огромное пламя, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидят меня, о суде же, что князь этого мира осужден. Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, дух любви, дух святой, дух смелости, крепости, жертвенной любви, что наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, каким образом? Через вас. Точно так же, как я в себе жертвенной любовью прославил отца, вы будете прославлять меня точно таким же путем. Он прославит меня через вас, потому что от моего возьмет и возвестит вам все что имеет отец есть моё потому я сказал что от моего возьмет и возвестит вам вскоре вы не увидите меня и опять вскоре увидите меня ибо я иду к отцу это именно эту важную мысль я хотел вам сегодня донести о чем говорит иисус я вот вам подобрал две такие иллюстрации надеюсь они для вас будет очень говорящими такая девочка держится за юбочку мамы и такой сыночек держится за ножку папы иисус говорит им именно об этом мы все с вами потихоньку возрастаем во христе конечно же в начальном иисус нам показал это всей своей жизнью он не сразу принес себя в жертву мы знаем что я всегда указываю на это место в начале евангелия от луки где нам рассказывается о том что иисус на самом деле убить хотели в самом начале его служения в собственном городе в родной синагоге где он стал зачитал пророка исаев сказал что все это исполнилось что я тот мессия обещанный который пришел вас освободить из плена всех этих религиозных бредней страха греха что сделали с иисусом люди набожные синагоги сидящие до зная этого человека что что сделали с иисусом до поволокли его за шиворот желая сбросить с края города с край горы на которой город располагался в древности все города в основном роли с на каких-то горах возвышениях ради защиты военное время знаем что иисус как-то там вы вырвался и удалился от них но жизнь христа могла закончиться еще не его служение могло закончиться не успев начаться очень важный момент я на евангелие луки вот этот эпизод всегда очень обращаю внимание очень важно конечно иисус долгое время знает скрывался уже не ходил там где желали его убить он уже практически не проповедовал в иудее только во времена праздников где когда боялись когда он уже много чудес сотворила люди уже почитали у плохо хорошо за какого-то пророка кто-то за мессию ну уж точно не за грешника и когда я столько чудес сотворил столько добрых дел сделал его боялись мы с вами знаем да несмотря на этот подлый сговор всех этих фарисеев начальников народа книжников там законников но его боялись схватить при народе что народ почитал его хоть за кого-то но точно не за грешника кто там за пророк одного из пророков кто за или мы с вами помним как иисус там спрашивал учеников была такая беседа о ставленном евангелие и его за разную почитали но уж точно не за какого-то негодяя и иудеи боялись его начальники иудейские все эти пересеченники священники боялись схватить ну член синдриона так скажем да вот боялись схватить тоже народ бы сам разорвал бы на кусочки да искали как бы все это сделать тайно скрыто вот иисус долгое время проповедовал все равно уклоняясь от этого мы с вами из евангелия знаем какой не раз еще камня им пытались побить все равно вот так без всякого суда и следствия да ну вот как бы за его такую вот деятельность да еретическую как они считали да но иисус этого избегал избегал сознательно чтобы показать нам путь здесь то же самое конечно же мы с вами не сразу от следования за христом вот готовы с вами там жизнь свою отдать будучи там казненные ужасно какой-нибудь мучительной смерти но надо не забывать как я вам еще рассказал что у самура есть не только путь не только путь есть конечная цель которую мы с вами должны достичь и крест несут куда-то крест несут не просто так когда иисус говорит что всякий кто и хочет следовать за мной должен отвернуть себя взять крест свой пойти за ним подразумевает сюда ведешь налобное место да они куда-то погулял потом бросил и живешь дальше обычной мирской жизни это путь в один конец другого пути нет как бы тебе было не тяжело как бы тебе не хотелось его сбросить как бы не хотелось тебе развернуться и пойти в какую-то другую сторону но крестный путь ведет только на одно место на голгофу это очень важно тоже понимать это очень важно понимать другого пути нет и ведет он только на одно место крест несут не на не на пирушку на какую-то не к другу к своему не еще кому-то крест несут на голгофу это очень важно ты возрастаешь в этом пути ты идешь 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 но ты знаешь как су сказал вы знаете истину куда идет то есть цель и сам путь вы знаете вы все знаете вопрос желания я напоминаю так очень хороший момент во властелине колец когда фродо стоит на берегу реки помните когда он с братством расстается как бы прошу понимать что он должен один пойти вот не со всеми теми которым там это братство кольца 99 там неважно человек там ангелы и гном были образ назовем 9 участников до этого братства были когда фродо понял что кто соблазняется на это кольцо кто еще что он понял что он должен один пойти маленький простой гномик такой да мне он не гномика кто он там был вот малорослик такой дача человек человеческий вот он должен был карлик он должен был пойти один у концовки он пошел не один своим другом но там смысл понятен да в общем-то очень похоже все равно это на евангельство что иисусу помогал нести крест некий тоже человек да вот они вместе со своим другом фродо и отправляется да но уже не не всем братом и стоя на берегу он произнес такую фразу до смотрит на это кольцо и горит я как бы понимаю что я должен сделать но я боюсь вы знаете из кроватой фразы да это я не трус но я боюсь из фильма до советского здесь очень важный вариант в руки то вот здесь тоже самое конечно же смысл это очень вечно так иисус о чем говорит конечно когда иисус рядом теперь переходим еще раз к этим картинкам очень важно знаете мы с вами видим конечно все объять невозможно хотя его пытаюсь напоминать видите вперед чуть-чуть назад опять рассказываю помнить что когда иисус тут шел уже в иерусалим вот накануне своего ареста в одном из евангелия сказано что вот именно они иисус шел а ученики за ним как бы гуськом так прижимались к нему морской кисли тоже да и петр тоже вопрошал иисуса куда мы идем то ты же знаешь что в иерусалиме хотят тебя арестовать и убить вот с тобой сделать неважно давно ли иудеи искали побить тебя камнями сказал настало время это очень важно да вот они написаны он идет я уверен что иисус шел прямо гордость хотите в правильном смысле понимания этого слова да ученики конечно шли за ним вот так вот по страхам все трясясь оглядываясь по сторонам что с ними будет да это очень важно вы знаете я вам хочу просто к чему я все сегодняшнее видео рассказываю это очень важно вот понять что иисус имел ввиду и почему иисус и на значке мне не просто так что он вознесся и ушел да и он говорит что если я не пойду вы не пойдете со мной пока мы с вами держимся за чью-то юбку за чью-то ножку пусть любимой мамы пусть любимого папы пока это все есть в этой в нашей жизни мы не мы не учимся сами это очень важно пока ученики держались за христову ножку да у христа юбки не было за его этот питон до ученики пока держатся прячутся за него держатся за него они не могут вырасти до христа это очень важно и мы все с вами такие очень важный момент я еще очень напоминаю всегда посмотрите фильм ганди трехчасовой документальный такой но на художественный такой ну интересный тоже всем рассказывает момент очень нравится когда они же ненасильственным путем свергли так скажем английскую колонизацию да там есть эпизод очень хороший показано как это происходило когда они толпой шли на такую выстроенные эти англия 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 не полица и стояли там ну там армия в принце стоял и вот индусы без всего без оружия просто подходит к ним и как пытается их оттеснить да а полица эти армейцы просто их палками долбит и там избивают их ломают им черепа там бьют по ним очень жестоко и они прям один ряд они его как бы косят да на их место становятся другие очень такой показательный момент как вообще это все происходит здесь тоже самое знаете иисус как бы и говорит пока я с вами вы не можете стать такими как я у нас всегда когда есть кто-то лидер кто-то защитник всегда естественно кто-то чуть выше нас кто-то активнее мы тогда всегда занимаю вторую позицию когда пропадает этот первый мы как бы снизу поднимаемся на это место это очень важно вы знаете я сейчас позже скажу о своей ситуации но еще раз по поводу пути конечно хочется сказать что мы все должны идти этим путем и вы знаете каждый давайте я уже будут плавно к себе переходить да вот в моей жизни конечно и раньше были какие-то гонения начать то что ты ведешь блок на тебя куча троллинга куча всяких этих неприятных комментариев оскорблений это все да ты просто живешь живя святой жизни ты обличаешь у тебя проблемы в семье у меня собственные родители считают что я нуждаюсь в психиатрическом лечении больше 15 лет да и это всегда тебя будет преследовать но опять же это только начало вы помните как иисус тоже хотели в дурку родственники положить что действительно оскорбляли унижали это же было но естественно доходит все это до крайней степени и у каждого доходит в моей жизни кто знает действие вот это российской агрессии войны против украинского народа да я не изменяя себе я пацифизм и проповедовал и до этой войны я в общем-то и предупреждал что вот именно все вот эти вот лжеучения человеческие там патриотизм весь этот нацизм национализм а это есть сам настоящий нацизм любой этот все эти я русский так далее если патриотизм дерьмовый да я русский я российский то есть там страна и такая моя родная вот с такими границами это приведет к это весь от милитая милитаризм все это вооружение так все это приводит именно к потом к массовым вот таким вот злодеянием человеческим воплощаемых просто в массы уничтожения друг друга об этом говорил и до войны во время войны естественно я не изменяя себе стал об этом говорить еще больше еще громче хотя и раньше делал это открыто естественно я знаю теперь потерпеваю гонение меня судят самого за якобы реабилитацию нацизм только за то что я обличаю эти войны причем не только войну в украине а любую войну во всех этих войнах всех времен народов никаких они никакие они не святые кем их еще пытаются не просто тоже об этом молчать до их превозносят до всех геразации войны если я это все обличаю за это сейчас страдаю у меня идет уголовное дело я преследует поэтому преследует неправедное да и эти эти неправедности на каждом шагу тебя неправедно арестовывают я неправедно изымают имущество на что не имеет никакого права тебя неправедно сажают тебе неправедно сажать имя там в эти изоляторы тебя неправедно допрашивают неправедно обвиняют неправильно ведут следствие неправильно неправильность хотите слова но это все однокоренные одна они синемичные слова неправильно судят тебя я все сейчас испытываю меня скоро скорее все равно посадят закроют опять страдания это 5 гонения в оконцовке возможно меня и убьют потому что я не я точно также обличаю все эти милитаристические направления мысли призыва к убийствам людей оправдание еще и ради бога то же самое в коране вы знаете я все это показываю все это обличаю и в общем-то жизнь моя закончится скорее всего очевидно когда как минимум заключением узнает что иоанну крестителю голову уже в тюрьме еще отсекли да иисус конечно не сидел так получилось да но и он и его сразу убили вот а можно и посидеть потом убьют во всяком будет естественно путь мой мне понятен у меня никаких сомнений был я всем рассказывал конечно же все это проходит не без гефсимании вот без этой молитвы иисусова конечно у меня тоже были сомнения я анализировал свой путь так далее и на своем примере просто скажу что тоже я же одна из естественных и понятных причин такие как я ее слышат в адрес я в адрес точно так же слышу слова петра заботливый любвеобильный на самом деле слова петра иисусу да не будет этого с тобою и побереги себя да это я не раз иллюстрацию вам мою любимую тоже подобрал все это конечно я слышал не раз и раздумывал размышлял когда со мной все это начало происходить но анализирует твой путь жизни да я понимал что как иисус в общем-то когда петр ему противился это уже было все канун ареста да и как и вы все знаете из евангелия конечно же иисус не сразу себя предал в руки грешников я тоже анализировал свою жизнь вот я столько иду столько лет на ю тубе ну там уже там 13 14 лет мужской христианин да со времени своего покаяния когда господь мне явился 8 год на ю тубе пошел да я очень много записал роликов у меня он несколько каналов на разные темы разбиты я много сказал много сделал да можно до бесконечности писать это видео конечно ты можешь кому-то послужить в этой жизни ты можешь кому-то еще засвидетельствовать в реальной жизни через интернет и ты тоже размышляешь об этом тебя всегда весы я всегда на этих чашах что-то лежит и об этом размышляешь естественно я стала размышлять попрошать богу и понимать потом что я прошел многое я много сделал и эти видео можно писать до бесконечности но жизнь ситуация диктует мы видим что я могу сделать я что должен отречься от проповеди я должен отречься от обличения расистов от обличения мира во всей этой военной кутюрьме должен о чем я записывать ролики о том как я цветочки на огороде с овощами и фруктами выращиваю разве время об этом сейчас да я записывал ролики о бытовой своей жизни делать с радостью но тогда соответствовало ситуации сейчас ситуация явно и соответствует тому разве могу отречься от себя по поводу куда-то там переезда не даже бегство зовем миграции как это говорят до чтобы оттуда разве это путь разве я не дошел до того что уже как говорится и эти слова жертвенной любви которых я все время по образу христа проповедую разве я не должен жить этим путем разве не должен светить там где тьма разве не должен все это показывает путь креста и быть христианином быть образом подобия христа для грешников это очень важно естественно господь мне стал на сердце ложить что все правильно и иди-иди пришел твой час поэтому я никуда из россии не уехал да это очень важно и еще и и я стал тоже повысить этим сам груз что я очень мечтаю увидеть не своих дела не своих учениках а дело в том что и на моих глазах чтобы ученики христа превращались в учителей христовых это очень важно мне конечно же отрадно как иисусу было видеть тех кто возрастает в истине да и здесь то же самое знаете я всегда очень радуюсь когда кто-то проповедует кто живет святой жизнью проповедует этой жизни нет больше радости как сказано на небесах чем радость об одном грешни кающимся здесь это то же самое мне исполна роликов где я как сейчас помню один там радость проповедника радость учителя конечно же ведь как радость детей как радость родителей видите возрастает своих детей их не совершеннолетие так скажем и не не только телесное но и на душевно до что это люди стали вот человеками настоящими нас большой буквы из то же самое меня конечно же радость видеть настоящих святых людей неважно я им помог стать или они просто я встречаю таких в интернете вот на моих ресурс попадать я начать попадаю да и мы радуемся в этой любви друг другу и я стал тоже понимать да пока я проповедую тех кто меня слушают да он христалюк проповедовать чем мы тоже будем хотя много раз говорил что для каждого человека нужен свой человек я кому-то не захожу он весь там в татушках какой-то кривой косой и косноязычные долгие проповеди говорю или еще что ты всем не уходишь и мы все должны проповедовать меня не будут слушать а вас эти люди будут слушать и важно в какой причине пусть даже посредством просто любви там скажем плотской к вам да там как родители к детям детям к родители любимых к любимым там мужчины женщины и так далее кого-то там они будут слушать вас ваши друзья ваши близкие соседи работники еще кто-то мы должны все проповедовать но это все в частном порядке да и даже массы вот такие проповеди кто публично там открыт и проповедуют посредством там интернета вы знаете я тоже стал понимать что пока ты есть другие на твое место не встанут хотя нам всем хватит места резиновый не взять кому-то с одной стороны уходить да но с другой стороны я вам какую-то про ганде этот пример показал в любом случае действительно так знаете как иисус сказал другие слова когда восходил юрусалим на ослике я крайне видео предыдущие именно об этом иисус сказал что если эти эти умолкнут и перестанут воздавать хвалу мне и славить меня дату камни возопиют здесь тоже очень важно я понимаю что когда умолкну я когда заткнут мне рот появятся другие это очень важно в чем меня только как любого светлого человека в чем только не укоряли там в гордыне еще в чем-то да нет какой-то сектанстве что я там на себя что-то зацикливаю как там лидер секты какой-то я никогда таким не был никогда таким не буду я наоборот своим проповедую свободу я мечтаю чтобы каждый дорос до полноты евангелия и мог сам без всяких собраний нам не нужно да какие-то эти соборы собирать а кто-то там от веры уклонился нет ты просто проповедуешь истину и каждый кто в полноте примет ее и начнет ее сам провозглашать может быть на момент пути своего будь что-то криво говорить но это неважно главное что он идет и бог откроет человеку даже если завтра сожгут все евангелие на земле бог даст познание истину ему заново напишем эти евангелия в этом нет никакой проблемы вот тут как раз главная вера первых то что бог управляет всем мирозданием и все управит к благу это конечно же я поэтому услышал такое стал потом понимать что мы должны пройти каждый из нас вы поймите каждый будет давать отсюда себя это очень важно и действительно бывает иногда любовь неправильно вот вам опять же вы пример с петром иисусом когда вот он его пытался отговорить очень важно иисус ему сказал фразу о том что отойди от меня или следуй за мной сатана там разные перевода разного говорят и естественно больше считаю правильно что искал следуй за мной сатана у всех призывает за собой пойти и петр тоже пытался из любви к иисусу отговорить его но он сказал что время пришло это время каждого человека это цель жизни каждого христианина какая цель просто так быть там распятым да нет конечно никто не хочет жестокой смерти убийство там своего но цель каждого христианина совершенства в любви вы думаете я проповедую обличаю все эти беззакония всю эту войну какой причине я что с этого имею вообще ничего любовь единственная цель это любовь к людям побуждает меня и за дня в день делать это и настаивать на этом и говорить это везде от мала до велика и проповеди на ю тубе и любящим иисуса и ненавидящим его и всем этим следакам полицаем прокурором и судьям в будущем может быть заключенным там где я буду находиться или моим уже убийцам который будет меня в том числе убивать неважно будет мусульманами расистами или еще кадыровцами там я не знаю им угодно украинцы или еще кто-то потому что я обличаю всех кто участвует в тех самых войнах да со всех сторон и и какая какая причина того что я это делаю ну цель понятно это небесное царство это собственная пятость и совершенство в любви который меня самого делает счастливым конечно здесь я страдаю по плоти но внутренней я я в полноте счастлив я знаю кто я как иисус сказал и куда я иду и я иду смотря на то что этот путь скорбный тесный узкий усилием берется как иисус сказал царство небесное ну ты знаешь вот и что ты цель моя одна единственная уловить как можно я сам достиг этого как с ускал и уловить потом как можно больше людей в небесное царство уловить значит рассказать им тот же самый путь и показать свой пример как по нему надо идти вот и все и каждый пройдя и дойдя туда а мы встретимся тем нас больше там будет тем больше там любви и счастья будет вот и все и пока пока да пока есть иисус никто не будет так скажем на его месте здесь поэтому пока мы держимся за папкину ножку за ножку христа если хотите пока мы прячемся за его хитончиком до по юбкой мамы за хитоном христа мы не встанем на этот путь поэтому конечно же всем я вам вот на своем пути жизни показываю то надо идти по этим путем не бояться я вам уже свидетельствовал вот я иду блага ведь так бог управляет какие чудеса со мной происходит да люди за подобные в том чем меня обвиняют а у меня похлеще обвинение чем уже многих кого за это обвиняли да я не нахожусь в сизо хотя все кто идут по этим статьям или подобным статьям все кто сейчас за так скажем антивоенную позицию не антивоенную многие из них раскаиваются кто-то там какой-то поступок совершил потом раскается как вот видео записал они все сидят в следственных изоляторах я не провел там ни дня я был в изоляторе до 5 суток от был за административное якобы правонарушение якобы за разжигание ненависти к мусульманам двое суток меня продержали так скажем пока на перевале просто чтобы решить что со мной делать 28 дней провел вы знаете судебно-психолога психиатрической экспертизе по сути такая же тюрьма но все-таки это экспертиза меня просто проверяли вот хотя это такое же заключение можно сказать но все-таки потом не отпустили за год за год в такой ситуации в таком стрессе в напряжении этих вещей незнание что с тобой будет дальше да я мало проповедовала видео формате мне по сути просто запретили я решил на некоторое время послушаться посмотреть все это работает ну и бог положил меня на сердце это четко знаю делать книги я сделал весь библейский корпус техник который хотел в классной редакции с иллюстрации с качественными текстами несколько книг по веганству и это здорово да они заткнули мне просто одну дырку у меня разразилась из другой до источник воды живой и мы видим эти чудеса я доверился иисусу как это дело всегда сделать в очередной раз мы видим как он прославляет прославляет меня никто не обижался мы знаем что людей сбивают там в участках где-то там в этих изолятор нет ко мне достаточно я всегда говорил доброжелательно относили все это время бог так управлял хотя не смешно полно волков точнее их там основная масса и бог так ведет меня пока пока не настал мой час конечно же час твой придет и ты будешь предан в руки грешников потому что я всегда вам напоминаю последние слова иисуса мы сегодня уже одних они с вами говорили совершилось но перед этим иисус сказал у отец бог оставил его почему это было сказано казалось бы в общем-то ему об этом и тыкали что если ты сын божий почему отец не спасет тебя если саша вообще сам бог как ты кричишь так сайди с креста ну и пусть бог тебя с ним это очень важно путь христианина и конечно его цель это путь богооставленность чем дальше ты идешь вы знаете как бог явился мне в начале моего новой моей новой жизни благодаря чему изменилась моя жизнь как господь меня еду потом подкреплял были мне откровение видения но годами они все ушли я сейчас конечно же чем дальше я иду я понимаю что ты возрастаешь я мне раз тот пример показывал тоже на родителях на детях как мы сначала их там они даже ходить не умеют мы когда маленькие потом на за ручки берут поднимают потом эти ведут ведут ручки отпускают ты уже как-то сам идешь так мы возрастаем точно также растит нас бог в концовке мы от отпускаем и полностью человека остается на себе здесь точно так же надо понять что этот путь христианина это путь богооставленности наоборот это не знает что с годами у тебя все больше будет до изобилия в деньгах там славе еще в чем нет наоборот что внешне от мира ты будешь испытывать иисус правильно все это говорил и и именно внутри у тебя тоже будет чувство с годами я будь все меньше откровений таких-то скажем таких они хоть и внутренние их назову плотскими да как когда господь не явился несмотря на то что этого никто не видел кроме меня но это было внешнее явление это я я всеми своими чувствами созертал бога до обонянием осязанием глядом этого света слухом я слышал его голос казавши мне попросивший меня до может сказать купить библию это было внешнее все да конечно же внутренние даже вися на кресте ты будешь ощущать абсолютную близость богом бог будет в тебе и ты в боге потому что ты достиг совершенной жертвенной любви иисус просто это произнес чтобы мы понимали что внешне и всем будет казаться и тебе с одной стороны конечно внутри будет колебания до последнего когда иисус был в пустыне вы помните самое начало его испытание испытание в пустыне его служения там написано что дьявол отошел испытав его искусить его иисуса победив его так скажем да нам сказано нам сказано что иисус то что дьявол отошел от христа до времени до какого времени я при чтении евангелия об этом естественно говорил кому интересным есть целиком библия ветхий новый завет записан на канале христа люб чтение библийных писаний я там это естественно тоже говорил что дьявол отошел именно до этого момента конечно же мы будем испытываться и скушаться до конца даже на кресте неважно какой смертью он будет голову отрезать в тюрьме просто замучивать до смерти разными средствами вам будет казаться что бог тебя оставил хотя внутри у тебя будет такие качели ты будешь испытывать я вам просто от опыта это опять все рассказываю самом деле ты будешь испытывать невероятную близость богу ты будешь как ученики христа и мечтали быть по правую и по левую сторону и будешь по правую сторону христа ты будешь чувствовать абсолютную внутри пребывание в тебе бога и что ты в боге будешь испытывать радость несмотря на то что тебя будут вот так вот мучить пытать гнобить и уничижать убивать калечить это не это можно познать только опытом я вам свидетельство что это абсолютно так мы не когда меня отпустили подписку они выезде после этой судебно-психологической психической психологической экспертизы естественно позвонили там разные люди знакомые близкие во христе мои братья и сестры они мне очень мне начали выражать такие сочувствия знаете ну понятно это любовь была не горели ой мы так переживали как ты бедный вот хочется поддержать я им начал свидетельствовать о том что они слышали мой бодрый радостный голос и не только тоже не отпустили а я именно радовался стал рассказывать о всех этих событиях что все это несмотря на то что мне был плохо меняет приставали в некоторых моментах и все это 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 спанет там на этих железных кроватях без матрасов практически до круглые сутки свет там включен ты не спишь ты в каком-то уже полу бреду в концовке находишься и находишься в этих камерах где там дым столбом стоит от курильщиков а ты не можешь дышать у тебя от этого плохое самочувствие так далее да ты ешь не совсем понятно что с одной стороны да потому что тем более ты там веган и прочая вещь да есть разные такие надо нефтью переодеться не сразу те что-то подвозят там это это психологически этот прессинг все эти допросы все равно это все об одной тоже с одной стороны всем это рассказывать да все это есть но вы знаете когда я им стал стрим раз к свидетель таким счастливым бодрым голосом как все это было как бог вел меня как я стольким людям свидетельствовал который бы никогда в своей жизни не встретил меня знаете там весь полицейский участок райцентр да все просто приходили на меня похолодеть послушать вот в этой дурке там побывал мне многие люди кто там были естественно из тех ну кого там тоже это экспертиз проходили мне многие говорили взрослые мужики что это бог тебя послал вот я здесь очутился хотя он там совершил действительно может быть преступление может не совершал может он конечно там не виновны ну якобы он совершил да они мне прямо в глаза говорили что да я очень рад что сюда попал потому что я повстречал тебя и услышал то чтобы возможно никогда не услышал да вот они может быть не сразу все принимали и не принимали но они говорят что я это я буду об этом думать размышлять да если я там светил как и везде просто моя жизнь и вот я когда это все рассказывал они удивлялись оказалось бы думать сейчас будем тут плакаться там что-то я буду такой подавленный еще что-то нет они удивлялись моей бодрости моя радость и я свидетельствовал как это вообще что со мной опять происходит это очень важно и мы я мгру пока в этим путем не пойдете мне конечно было страшно я помню раскол я мы так подосмотришь как люди тут берут тут в пол кладут все такое со мной ничего такого не было полицейском участке ну да были ночь я провел сидя на стуле это было незаконно тоже в актом зале меня при двух студентах полицейских меня то есть нам составили не имея на это никакого права спать на стуле невозможно причем это не ты где-то там на работе даже спишь муж кот ноги задрать нет было то есть я в сутки провел вообще ужасном состоянии ничего не ел ну это ладно я могу голодать но карьера все равно тебе плохо без еды ты начинаешь кто знает что такое голодание тот меня поймет вот эти бессонные ночи это ничего хорошего в этом нету но когда все это проходит как иисус говорил что конечно когда женщина беременна и рожает то терпит скорбь но когда родит и тебя забывает обо всем этом а потому что вела жизнь так и здесь вы знаете все это проходит но тебя это прокачивает тебя это взращивает ты идешь правильным путем знаешь куда идешь как идешь испытываешь то что ты раньше никогда не испытывал поэтому ты считаешь как нам этого желал иисус сейчас покажется что я вам скажу вам какие-то ужасные вещи что я вам желаю того же самого потому что пребывать в этой любви жертвенный познать ее в себе раскрытие в себе можно только деятельность эти сказки может кому угодно христе рассказывать пока вы сами не идете этим путем вы не поймете что это такое на самом деле не значит что конечно там всех у нас многие люди семейные дети я не говорю вам тут лезть на амбразуру бросать своих детей нет ни в коем случае но жить надо открыто ох также не важно что вас есть дети там родители вы увидите в этом славу божью значит вас из-за ваших детей не будут делать то с кем бы делали у кого нет детей вы увидите что бог страну не даст вас обиду это очень важно тоже доверять богу доверять иисусу вы познаете эту любовь я несмотря на то что казалось быそう просто показал словами что у вас будет борьба вот это что он произнес словами о том что бог оставил меня он лишь показать что все равно борьба в тебе будет очень важно просто показал борьбу чтобы мы знали а она в тебе будет использовал не говорит словами не знали что с ним происходит это наше обучение до то есть борьба будет будет все время мысли параллельно, ну как мы видим, Иисус совершил до конца путь вот так вот, и поэтому я тоже, поняв все это очередной раз и в теории, и на практике, и уже опять, когда тебе в жизни предстоит совершать реальный путь реальные дела, у меня потом никаких сомнений осталось, как я должен жить и дальше продолжать все, что происходит, значит происходит и ты можешь ты можешь, ты должен что-то делать, избирать тот или иной путь, почитайте книгу Деяния именно на предмет того, как шли апостолы в книге Деяния есть очень интересный момент с одной стороны, Павел рассказывает ну, касаясь сегодняшней темы что Павел рассказывает, что как бы дух по всем местам свидетельствует о том что о моих скорбях, узых скорбях потом всех этих да, уже заключением меня хотят убить и так далее но при этом в другом месте Деяния чуть позже написано, что все-таки как бы Павел как будто противится духу, несмотря на то, что дух ему свидетельствует, но при этом сказано, что ученики его как бы пытаются его не просто как Петр, вот Иисуса от этого отгородить, а что как бы все-таки Бог ему показывает, что все-таки твое время еще не пришло, и тут же написано, что как бы Павел сам избирает этот путь там очень интересный момент хотя до нас дошли все это в переводах иногда очень важный глагол, падеж и так далее вот, и как будто Павел воспротивился этому на самом деле Павел просто сам решает Бог показывает опять, что мы сами решаем когда этот путь настает апостол Павел, его могли до этого его много раз побивали там камнями, мы знаем, до смерти его практически побивали, он еле выживал но когда он почувствовал, что просто его путь жизни вот подошел к такому и что в Рим он хотел в Рим приехать хотел там проповедовать, да но он избрал это путешествие в Рим не в свободе уже он и очутился в этом Риме Бог ему говорил, хотя его уже хотели убить вы помните, там целая группа 40 иудеев там заклялись не петь, не есть, пока не убьют Павла его по этим судам, так скажем таскают, да но вы видите, Бог все равно так управил что Павел оказался в Риме и там проповедовал и относительно, и отчасти будучи в заключении но это вот как и со мной, да но не находясь там в СИЗО то есть он был сам себе предоставлен к нему ходили люди вот, к нему был представлен страж но мы видим, как все это чудесно с ним тоже происходило что он проповедовал таким людям которым бы никому не проповедовал царям, всем этим правителям тысяченачальникам то есть это высокие воинские звания с кем у него удавалось поговорить очень важно к сожалению, книга Деяния практически на этом и заканчивает мы даже не знаем с вами, как закончили у нас есть предания но как на самом деле и Петр, даже и Павел одни из, так скажем, известных самых апостолов как они закончили свою жизнь достоверно нам неизвестно мы можем лишь опираться на какие-то предания но я думаю, что ни у кого из вас как у меня уж по крайней мере о Петре и Павле нет никаких сомнений как они жили и как они закончили что когда Иисус ушел да, то Дух Святой действительно пришел и не просто это Дух Утешитель потому что, конечно же, любовь как я вам все время говорю она приходит с миром я говорю, несмотря на то, что вокруг творится ад и с тобой вытворяют негодные вещи какие-то злые вещи внутри в тебе всегда будет утешитель это очень важно и поэтому, когда Иисус ушел и Петр, и Павел естественно стали другими уже пошли и я не сомневаюсь, что дошли до конца в своем так что вот это очень важный момент в принципе ролик мой сегодня именно вот что если я не уйду я так постарался вам на значке видео изобразить как Иисус возносится то вы не можете идти за мной а когда я ухожу вы идете то есть вы сами уже уже не язык его держаться некому сзади пиндаля как я выражаюсь, волшебного поддать это очень важно но если ваше сердце будет открыто истине как Иисус сказал блаженный алчущие того-то, того-то алчущие истины да насытятся алчущие Бога узорят его да, чистые сердца если у вас искреннее желание стать Богом стать Христом стать совершенной любовью Бог все сделает чтобы вы стали вопрос будьте ли вы идти но эти шаги придется делать вам самим решаться и делать их очень важно воля что есть ум да, я хотел бы я размышляю об этом как бы есть мысль точнее даже без желания просто вот пойти за Христом до конца это просто мысль есть мне желание да, я хотел бы то есть это мысль кому-то предлагается кто-то соглашается кто-то нет да, хорошо я соглашаюсь но есть желание нужна еще воля это очень важно и зачастую мы эту волю не проявляем только потому что ну нет ну вот мы тут мы тут за кого-то зацепились да, за мамочку за папочку и все это все происходит вы кто родители тем более уже взрослые или мы сами по себе мы все были детьми мы знаем как происходит естественно как нас выращивают как нас нормальные родители должны в реальной жизни воспитывать взращивать и как это все на самом деле заканчивается когда мы становимся взрослыми и независимыми здесь то же самое Бог Иисус хочет чтобы мы стали независимыми мы сами достигли этой любви и стали такими же как в этой любви это очень важно где-то Бог может уберечь еще где-то не ваше время вот где-то вы сами решаете что еще время не пришло вы уклоняйтесь как Иисус написано от этих камней от этих сбросов с горы но настанет время вы это почувствуете если вы искренне идете за Иисусом если вы знаете путь не собираетесь от него уклоняться не собираетесь сбрасывать крест или идти с ним не туда идти в правильное место на место лобное на Голгофу тогда вы просто поймете все это все этапы своей жизни вы будете просто понимать когда у вас это происходит когда настало время вот и все так что вот такие вот дела поэтому и никогда не бойтесь ну и мы с сегодняшнего ролика еще раз ее закончим очень важно это именно вот эта вот ножка и папа и юбка мамы очень важно мы должны как говорится не бояться когда вам будет предлагать вот картинка с Петром тоже очень хорошая иллюстрация когда у вас будет неважно дьявол внутри внутренним голосом или кто-то из близких в роли Петра сатаны вот такой аргумент выставлять что вот побереги себя ты столько можешь там добра сделать еще что-то ты еще не созрел это очень важно понять конечно вы должны сами все рассудить это то время или нет но просто так этим аргументом что-то кто-то вас там просит это будет неправильно если вы просто на этот аргумент положитесь нет вы должны понять на каком этапе вашего взросления восхождения в Иерусалим из хотите в небесное царство да на каком просто вы моменте для меня мой момент очевидный поэтому я иду и там где я есть так вот я сейчас на свободе были суды кто знает дело отправили на доследование оказавшись неспособным даже постряпать дело белыми ниточками обвинить меня качественно квалифицировать мое так называемое преступление ведь я до сих пор на свободе с вами пишу для вас ролики и плохо хорошо все в моей жизни более-менее вот так что я знаю что мне конечно предстоит что мне все равно посадят как видите я не боюсь и плачусь и свечу везде куда посылает меня Господь очень важно потому что смысл жизни в любви какая разница кого любить чем дальше тем больше чем более эти люди нуждаются в любви а пройдя этот уже маленький путь я вас уверяю что эти полицейские судьи прокуроры всиновцы вот они неправедники имеют нужду в покаянии грешники уж они это убедился опять на собственном опыте уж тем в первую очередь нуждается в проповеди истины евангелия любви пацифизма космополитизма там головы забиты вообще а свет как Иисус сказал свечку не ставят под кровать не накрывают кувшином да ее ставят на самое высокое место в доме чтобы она светила так что вот так вот вот такое вот видео надеюсь оно вам было полезно назидательно собрали с вами евангельские места даже очень много всяких что так вот кому нравится мое видео лайки делитесь ими на своих ресурсах своими друзьями близкими знакомыми христианами нехристианами надеюсь они будут у вас вызывать мотивацию правильную к правильной жизни во Христе и будем растить цель одна и у меня цель как я сказал вам много раз буду говорить это исполнить заповедь одной заповеди Иисуса о ловлении вас в небесное царство я это делал с радостью потому что все упались в бесконечной взаимной любви в небесном царстве друг к другу и чем нас там будет больше у любви нет предела ей хранится ей невозможно насытиться и в то же самое время она всегда полностью тебя выполняет блаженством так что вот так вот поэтому чем нас там будет больше более счастливы каждый человек уникален никого никем не замените поэтому каждый каждый человек ценен вот так вот на вот он и он Продолжение следует...